Привет! Я Полина Жукова, это YouTube-канал Хофф, и сегодня про пыль. Никакой, даже самый стильный интерьер не будет выглядеть хорошо, если в доме много пыли. Про вред здоровью даже не стоит говорить, все очевидно. Если вы живете в новостройке, то у меня вам один совет. Крепитесь, я сама такая. В ближайший год после заселения от пыли не спасет ничего, кроме регулярной влажной уборки. Пожалуй, от пыли навсегда получится избавиться, только если у вас встроены бризеры. Бризер – это такой приточный очиститель воздуха, который обеспечивает дом свежим, чистым воздухом при закрытых окнах. Прибор забирает воздух с улицы, очищает его и подает в квартиру. В общем, находка, но штробить стены придется. Вдруг вы смотрите этот ролик, когда еще собираетесь делать ремонт? В следующую субботу мы отправим тебя назад в будущее. Тогда совет от души. Подумайте над установкой. Для тех, кто живет в обычной квартире или доме, есть дельные советы, которые помогут заметно сократить количество пыли и чистоту влажных уборок. Постелите коврик у входной двери и регулярно очищайте его. А раз в год его лучше и вовсе менять. Очевидно, что с улицы в дом попадает много грязи и пыли, но именно коврик ее задерживает. Самый хороший вариант – влаговпитывающий коврик с резиновой основой. Он легко чистится, защищает пол от влаги, мусора, а также не скользит. Если у вас маленькая прихожая или вы не хотите портить интерьер ковриком, то постелите его снаружи и все. Закрывайте окна в доме. Как бы нам не хотелось держать окно открытым, к примеру, летом, жителям города от этой привычки нужно отказаться. Вместо этого выберите короткое, но частое проветривание. Кстати, в борьбе с пылью может помочь противомоскитная сетка с уменьшенным размером ячеек. Это 1 на 1 мм. Увлажняйте воздух Еще один лайфхак по борьбе с пылью – выбрать хороший увлажнитель воздуха. Работает это так. Влажность повышается, пыль впитывает влагу, становится тяжелее, а значит быстрее оседает на поверхности. И избавиться от нее становится намного проще. Помните, что уровень влажности нужно держать в пределах 30-50%. Какой именно увлажнитель выбрать, зависит от вашего бюджета и предпочтений. Но специалисты рекомендуют останавливаться на ультразвуковом. Еще важно правильно рассчитать и установить увлажнитель, исходя из размеров и назначения помещения. Обратите на это внимание при выборе. Еще один лайфхак – используйте тряпки из микрофибры. Они хорошо впитывают и удерживают в себе пыль, не оставляют разводов, следов и ворса. Подходят для очищения любой поверхности – зеркал, стекол, ламината, паркета, сантехники. Еще один большой плюс микрофибры – что этот материал удаляет пыль и грязь без использования химических средств. Следующий совет. Делайте уборку сверху вниз. Так делали еще наши бабушки. Помните, как в воскресенье начинался смытья люстры? Все логично. Если убирать сверху вниз, то пыль будет оседать на более низкой поверхности, и к концу уборки ее в квартире почти не останется. Не игнорируйте поверхности, которые как бы никто не видит. Верх стеллажей, кухонных шкафов, плафоны могут накапливать большое количество пыли, которое, может, никто и не видит, но, поверьте, ощущает. Мои духи. Он мог учить их. Не могу не сказать. У нас есть целый курс про быструю и эффективную уборку дома. Вот тут ссылка на первый урок. Протирайте поверхности специальными растворами. Не игнорируйте старую добрую полироль. Средство придаст обработанным поверхностям антистатический эффект, а значит, пыль на них будет оседать значительно меньше. В паре с тряпкой из микрофибры они настоящий враг пыли. Кстати, заменить полироль можно обычным кондиционером для белья. Эффект будет тот же. Для этого нужно развести кондиционер в воде в соотношении 1 к 4. Распылить раствор из пульверизатора на поверхностях и протереть их сухой салфеткой. Выбирайте простые в уходе материалы. Шерсть, бархат, велюр, структурные и тяжелые ткани. Они накапливают пыль, поэтому ухаживать за ними сложно. Избегайте материалов, которые сильно электризуются. Это полиэстер, вискоза, шелк. Помните, чем больше статическое электричество, тем активнее материал притягивает пыль. А вот с хлопком, сольном, с сатином таких проблем не будет. Они просты в уходе и вещи из них не будут пылесборниками. Тем более эти материалы в тренде и еще долго будут оставаться актуальными. Пользуйтесь емкостями для хранения. Внутри шкафов пыль копится не менее активно, чем на открытых поверхностях. Исправить это поможет дополнительная организация пространства. Прикупите побольше вакуумных пакетов для несезонных вещей. Они вам еще и место сэкономят. Обувь храните в коробках с надписями или в прозрачных боксах, чтобы быстро находить нужную. Регулярно сдавайте матрас в химчистку. В наших матрасах скапливается огромное количество пыли и микроорганизмов. Поэтому рекомендую регулярно его пылесосить и не рекомендую представлять, какое количество пылевых клещей там может находиться. Но этого мало. Как бы не сложно было в это поверить, по-хорошему матрас нужно сдавать в химчистку два раза в год. Ну или приглашать специалиста по очистке домой. Если такой возможности нет, то не игнорируйте химчистку хотя бы раз в год. На сам же матрас лучше всего надеть на матрасник. Такой чехол не полностью, но прилично защитит матрас от попадания пыли. Сам на матрасник нужно стирать раз в месяц, не реже. Замените ковер с длинным ворсом на тонкий. Конечно, полный отказ от ковра дома снизит количество пыли. Но не все хотят отказываться от ковра. Да, ковер задавал стиль всей комнате. Ну, если честно, и я их люблю. Это не только уютно, но еще и стильно. Здесь есть решение. Безворсовые модели или варианты с коротким ворсом. Они накапливают меньше пыли и более просты в уходе. Если у вас дома живет питомец, то вовсе рекомендую остановить выбор именно на таких коврах. Пылесос не справляется с чисткой шерсти из обычного ковра и поможет только химчистка. А вот с тонкими коврами пылесос справится. Пишите в комментариях ваши советы по борьбе с пылью дома. Буду очень за них благодарна. А также подписывайтесь на наш канал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok